Новости с Марины Мышко Здравствуйте, это Енисей. Новости в студии. Марина Мышко и вот главные темы выпуска. Что делать, если там через 10 минут судороги начнутся и ребенок, простите, загнется? Это уже, видимо, ваши проблемы. Инфицированных все больше. Больницы переполнены. Люди ждут скорые часами. В некоторых учреждениях вводят ограничения. Пьяный таран. В Ужури КамАЗ снес сразу 10 припаркованных машин. Среди них дорогие иномарки. Халатность после разлива. Вынесен приговор бывшему мэру Норильска Ринату Ахмедчину. Все, что касается этого дома, делать нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Хозяйкам сгоревшего дома в Ачинске власти запрещают расчищать свой участок. Здание считается памятником. Из-за такого выброса тепла у нас температура, конечно, будет на 8-10 градусов выше климатической нормы. Из тепла в холод и наоборот. Синоптики обещают резкие погодные скачки, когда опять будет плюс 15. Больницы переполнены, врачей не хватает, скорую не дождаться. Красноярские соцсети бурлят пугающими публикациями. Те, кто сейчас лечится в ковидных госпиталях, рассказывают пациентов так много, что койки приходится выставлять даже в коридорах. Что происходит на самом деле и к чему готовиться дальше, выясняла Анастасия Тили. Длинный больничный коридор плотно заставлен койками, пока пустыми. Это видео сняла одна из пациентов, которая уже неделю лечится от коронавируса в Краевой больнице. Вместе с ней в палате еще пятеро. И с каждым днем больных все больше. Да, палаты полнуют. Как только это дождается койки, сюда закладывают много людей. Но пока в коридорах вот только один человек лежит, и все спокойно. Врачи работают в штатном движении, все ходят в защитных костюмах. Персонала. У меня пока нет ощущения, что его не хватает. И все под манер находит. Тревожные посты публикуют и сами медики. Вот эта короткая публикация облетела все соцсети и наделала много шума. Красноярский инфекционист Дмитрий Морозов пишет. Краевой катастрофически не хватает врачей и просит коллег о помощи. Сейчас пост уже удален. А в самой больнице уверяют, их коллега зря поднимает панику. Конечно же возникают определенные организационные сложности. Должны ли они стать поводом для паники или спекуляции с целью повысить чей-то личный или корпоративный рейтинг? Предполагаю, что это никак не решает возникающих сложностей, а скорее наоборот. Хочу подчеркнуть, что всем, без исключения пациентам нашего госпиталя, врачи и средний и младший медицинский персонал оказывают всю необходимую помощь. Направление перегружено. У скорой помощи уже тотальный перегруз. Андрей рассказывает, у тещи резко подскочила температура. Бригаду пытался вызвать несколько часов, но не удалось даже пробиться на линию. Со социального телефона получается, что линия перегружена, а мобильная вообще получается, он просто сбрасывал. И так на протяжении часов до девяти пытались дозвоны делать, делать, и бесполезно. Потом уже клюнули на это все дело. Не дай бог вот так сердце случится что-то, и все. А вот Елена по 0,3 дозвонилась быстро. Говорит, ее сын буквально пылал, температура перевалила за 40 градусов. Но медики приехали спустя пять долгих часов. Женщина в шоке. Врачи не сказали, такой критический жар, случай не экстренный. Принимающие звонки оценивают экстренность. Они у меня спросили, судороги есть? Ну, судорог не было. Ну, видимо, значит, это не экстренно. Что делать, если там через 10 минут судороги начнутся, и ребенок, простите, загнется? Это уже, видимо, ваши проблемы. Потому что судороги, я так понимаю, это уже, простите, предсмертная агония. Ну, как бы все. Медики разводят руками, больных слишком много. Осень всегда горячая пора, а ковид до предела накалил ситуацию. Ожидание действительно может растянуться на часы. Быстро приедут только, если жизнь висит на волоске, например, при инсульте. Все остальные, в том числе и температурные звонки, попадают в лист ожидания. Это может быть и 5, и 6 часов, вот особенно, когда, понимаете, что такое, допустим, 200 или 300 ОРЗ, которые поступают в течение там смены. Они поступают, как правило, не ночью. Они поступают днем и вечером, когда люди начинают вспоминать, что у него температура, и что он днем никуда не обратился. И вот эти вызова накапливаются. И они накапливаются, потому что другие вызовы, экстренные, они-то тоже не уменьшаются. И, похоже, дальше будет еще сложнее с каждым днем зараженных все больше. Обстановка у нас напряженная, эпидемический подъем заболеваемости. И у нас развернуто в медицинских организациях 3429 коек. 87,8% занято по краю, 87,1% коечного фонда занято в городе Красноярске. Всего резерв 417 коек остается свободных на сегодняшний день по краю. Все-таки медленный подъем вверх. Я думаю, что у нас есть время, чтобы организовать койки. В середину прошлой недели плановый прием отменили в глазном центре. Остальные больницы пока держатся. Но вот надолго ли никто даже предположить не может. Анастасия Тиль, Андрей Крупнов и Алексей Овсянников. Енисей. Новости. Ситуация действительно ухудшается. Это подтверждают последние данные. За сутки в крае выявили еще 218 инфицированных. Четыре человека скончались. Больше всего новых заболевших по-прежнему в Красноярске. Их 35. Стремительно растет число пациентов и в других городах и районах. Еще 19 случаев в Вачинске. 17 в Богучанском районе. 16 в Минусинске. Под медицинское наблюдение взяли еще 479 жителей края. Их уже 4936. При этом выздоровели всего чуть больше сотни человек. Наш край занимает 9 место среди других регионов по наибольшему числу заболевших. Губернатор Александр Ус побывал в нескольких красноярских поликлиниках. Он лично проверил, как ведется прием пациентов в условиях пандемии. Выслушал жалобы и предложения посетителей. Пообщался с медиками. Глава региона поручил устранить сбои в работе колл-центров. И обратить особое внимание на решение всех проблем при записи больных к врачам. Ситуация с заболеваемостью обсуждалась и на заседании Краевого оперштаба. Там предложено ограничить работу ресторанов до 11 вечера. Временно закрыть ночные бары. А предприятиям по возможности перевести сотрудников на удаленку. Но конкретных решений по каким-то запретительным мерам пока не принято. Губернатор поручил за неделю разработать комплексный план действий. Но уже сейчас необходимо повсеместно усилить контроль за соблюдением масочного режима. Все вернуть в прежнее русло для того, чтобы не вводить ограничения, для того, чтобы не прибегать к мерам, которые обеспечат фактически пустой город. В весенний и летний период у нас была достаточно серьезная практика закрытия предприятий, которые нарушали установленные требования снятия автобусов с маршрутов. Вот такого рода жесткие меры в интересах людей. Они должны быть возобновлены. Если этого не сделать, инфекция будет распространяться еще быстрее. Поэтому проверок на предприятиях, в магазинах и ресторанах станет больше, а ответственность за нарушения ужесточат. Через неделю к этому вопросу в правительстве края вернутся, и, возможно, станет понятно, нужно ли вводить серьезные ограничения. Если мы в таком благодушии будем работать еще пару недель с учетом эпидемиологического порога и соответствующих отлагательных вещей, связанных с медициной, мы можем получить неконтролируемый всплеск уже в первых числах ноября. И подтверждение сказанному на оперштабе в центре Красноярска прошел рейд по барам. Полицейские представители районной администрации Роспотребнадзора проверили, как соблюдаются меры безопасности. Отдыхающих в заведениях оказалось столько, что невозможно было протолкнуться. Многие были без масок, официанты без перчаток. В залах отсутствовали средства дезинфекции, а в санузлах не было даже мыла. Проверки клиенты баров, мягко говоря, были не рады. Они кричали и требовали снова включить музыку. В это время администраторы попросили всех хотя бы надеть маски. Я вам скажу сейчас одну информацию. Если вы не хотите, чтобы у нас из заведения в Писке закрыли, одеть ее в маске. Ясно? Вот у меня есть маска, у кого нету, возьмите ее, одеть ее. За грубые нарушения владельцам красноярских баров грозит штраф до 300 тысяч рублей. Между тем, городские власти заверили, что такие проверки станут регулярными и призвали самих красноярцев задуматься о своей безопасности. Сейчас самое главное. Никакие проверки нас не спасут, если у людей, у самих не появится ответственность за себя лично, за своих близких. В противном случае наши проверки, ну это не более чем стрельба по воробьям. Необходимо, чтобы каждый из нас понял, насколько эта ситуация опасна и что он ответственен за себя и за тех, кто вокруг. Тем временем в судах края вновь начали вводить ограничения. Особые меры уже приняли, как минимум в девяти из них. И, скорее всего, этот список скоро пополнится. Личный прием граждан приостановлен в Советском, Железнодорожном, Октябрьском судах Красноярска, а также в Минусинске и в Манском районном суде. В Зеленогорском суде отменили личный прием документов. Их можно только прислать по почте. Еще в трех судах края запрещено присутствовать на заседаниях тем, кто не является участником процесса. К другим темам. Протаранил сразу 10 машин. В Ужуре водитель КамАЗа, проезжая мимо парковки, снес целый ряд автомобилей. К счастью, в машинах никого не было, никто не пострадал. Но все автомобили сильно разбиты. Среди них есть дорогие иномарки. Оказалось, что виновник аварии был пьян. При проверке Алкатерцер показал 97 сотых промилле. Это примерно соответствует выпитой бутылке водки. КамАЗ отправили на штрафстоянку. Нетрезвому водителю грозит лишение прав на два года и штраф до 30 тысяч. Также ему придется рассчитываться с владельцами смятых авто. Сумма явно будет составлять несколько сотен тысяч рублей. И еще одна серьезная авария. На Енисейском тракте рядом с Шуваева. Там машину разорвало на две части, но водитель выжил. По предварительным данным, мужчина за рулем Тойоты Марк 2 вылетел навстречу перед Ладой Калина. От удара иномарка буквально разлетелась на две половины. Заднюю часть перекинула в кювет, передняя осталась на трассе. Виновник аварии, видимо, родился в рубашке. По словам очевидцев, он отделался незначительными ушибами и самостоятельно вышел из смятой кабины. А вот водителю и пассажиру отечественной машины потребовалась помощь медиков. Добавим, проверка показала, что все были трезвыми. Бывший мэр Норильска Ренат Ахмечин получил полгода исправительных работ с удержанием 15% заработной платы. Следствие обвинило его в халатности после масштабного разлива топлива на ТЭЦ-3. Установлено, что мэр не вел оперативно режим чрезвычайной ситуации и в течение двух дней, по сути, не принимал неотложных мер для устранения последствий. Причем это подтвердило и переписка Ахмечина в одном из мессенджеров. Это сообщил в интервью российской газете глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Добавим, какие именно исправительные работы будет выполнять бывший мэр, пока не сообщается. Но, как правило, люди, получившие такое наказание, работают дворниками, грузчиками или санитарами. Сносу нет. Далее расскажем о том, как историческое наследие может оказаться в тягость. Субтитры создавал DimaTorzok Цель для здоровья. Приезжайте в санаторий озера Карачи. Грязи, рапа, минеральная и йодобромная вода, воздух, насыщенный ионами. Курорт работает в полноценном режиме для вас и ваших близких. Оформление садовых и жилых домов по дачной амнистии. Кадастровая служба Техплан. Родная мебель. Красноярский производитель корпусной и мягкой мебели. Широкий ассортимент продукции в наличии и под заказ. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Родная мебель. 24мкк.ру Внимание! В Красноярске в агротерминаре открылась оптовая точка продаж колбасы, мясных деликатесов и полуфабрикатов от компании «Аскизские колбасы». Более 250 наименований продукции из Хакасии. Доставка по городу и Красноярскому краю. Усталость, боль, тяжесть в ногах, вздувшиеся вены – признаки варикоза. Но главная опасность для здоровья – образование тромбов. Удаление варикоза без разрезов и наркоза за 40 минут. В клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». Благоприятное предложение со стороны мебельных салонов КМК приведет к значительному снижению цен на мебель для вашего дома. КМК. Всегда удобно. Восстановление и улучшение потенции у мужчин. Деликатная гинекология для женщин. Лечение геморроя без боли и операции. Шлифовка рубцов лазером, удаление новообразований кожи, лечение пост-акне. Вам понравится быть здоровым. Как? Вы еще не в новой куртке? Тогда бегом к нам. Выбор и цены – просто песня. Матросова 18 и Авиаторов 5. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Это инисей новости. Мы продолжаем выпуск. Настоящие погодные качели ждут красноярцев на этой неделе. В прошедшие выходные штормовой ветер принес с собой похолодание. Местами пробрасывал снег. Приближение зимы особенно почувствовали жители Лисосибирска. Там дороги просто замело. Шел снег и в некоторых районах Красноярска утром столбики термометров показывали минус два. Но похолодание, уверяют синоптики, задержится ненадолго. Уже в среду вновь вернется тепло. Воздух прогреется до плюс 12, а в четверг до плюс 15. Однако к выходным температура значительно понизится и пойдет снег. В дальнейшем нас уже ожидает такое вот умеренное похолодание. Ну и температурный фон уже будет в пределах климатической нормы. Ну а в середине недели, естественно, из-за такого выброса тепла у нас температура, конечно, будет 8-10 градусов выше климатической нормы. Не снести, не построить. Две жительницы Ачинска оказались заложницами удивительной ситуации. Они владели старинным домом. Когда он сгорел, пенсионерки решили расчистить участок и продать его. Но чиновники делать это категорически запретили. В парадоксах законодательства разбиралась Александра Репева. Все, что касается этого дома, делать нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. А как жить? Это не просто полусгоревший дом, а исторический памятник. Его хозяйки, две пенсионерки, оказались буквально в заложниках культурного наследия. При всем желании, они не могут снести остатки постройки и продать участок после пожара. Разрешена только реконструкция. Но стоит это десятки миллионов рублей. Жилье у меня есть. Поэтому мне как бы этот участок теперь в тягость. Я не знаю, что с ним делать. Я на пенсии. И восстановить я его не смогу. Дом построен швейной фабрикой в 1917 году. Позже его приватизировали. С конца 80-х он включен в реестр объектов исторического наследия. Но здание признали аварийным на 90%. Жить здесь было нельзя и до пожара. Сейчас тем более. Ситуация из разряда ни себе, ни людям. Нельзя. В службе охраны сказали, нельзя, не трогайте ничего. Все как есть. Ну, так все как есть. И стоит оно все разваливается. За два года, считайте, развалилось. Хозяек обещают переселить, но только через пять лет. Обеим женщинам под 70 боятся не дождаться этого события. Хотя им есть где жить. После расселения дом перейдет на баланс города. Вопрос с реконструкцией снят не будет. Ее придется делать уже за счет бюджета. Но это тоже вряд ли возможно. Казна не потянет. Но таков закон. По позиции Министерства культуры до тех пор, пока от жилого строения или нежилого строения остались какие-то элементы, имеющие ценность его, сносить нельзя. Всего в Ачинске 52 объекта исторического наследия. 70% из них в аварийном состоянии. Из реестра памятников такие дома могут исключить лишь в случае полного уничтожения. Но самовольно все сносить и идти под суд пенсионерки точно не намерены. Александра Репева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. В частном секторе Кировского района Красноярска отключат холодную воду, а возле краевого суда вырубили полувековые яблони. Об этом и не только. Расскажем далее в блоке коротких новостей. Без холодной воды на трое суток остались жители частного сектора в Кировском районе. Коммунальщики до четверга будут искать причину подтопления участка в районе улицы Мичурина. Возможно, на поверхность вышли грунтовые воды, но не исключенный порыв на сетях. Чтобы проверить это, коммунальщикам придется перекрыть вентили. К домам, которые попадут под отключение, обещают подвозить воду. График можно уточнить в районной администрации. В центре Красноярска вырубили полувековые яблони, которые росли возле здания Краевого суда на проспекте Мира. Жителей это возмутило, как пояснили в Управлении Зеленого строительства. Решение убрать деревья далось нелегко. Но яблони уже погибли от старости. Их долгое время старались спасти, но безуспешно. Взамен на это месть уже высадили липы. В Красноярске прямо на дороге арестовали иномарку за долги ее хозяина. Судебные приставы проводили речь в Советском районе вместе с автоинспекторами. Один из попавшихся водителей накопил долгов по алиментам на сумму более 150 тысяч. Плюс не оплатил штраф в 30 тысяч. Кроме того, не погасил кредит, а это еще 268 тысяч рублей. Если мужчина не оплатит все это в течение 10 дней, его машину выставят на продажу. Редкие кадры. В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушку попали сразу медведь и горный козел. Причем косолапый нападать на козерога не стал и вообще отнесся к такому соседству равнодушно. Как рассказали специалисты, видимо, хищник был не голоден. В конце лета медведи нагуливают жир на ягодах и на другой растительной пище. Что делать, если обнаружил в лесу свалку? Куда лучше обращаться? И что грозит нарушителю? Ответы на эти и другие вопросы можно получить в школе экологической грамотности, которая выходные прошла в Красноярске. Кого и зачем учат, расскажет Юлия Чопчиц. Штраф от 1000 до 250 за несанкционированную свалку. А чтобы найти нарушителя, всего-то нужно сделать фото и написать обращение в Минэкологии. На первом занятии ученики экологической школы разбирают только самые острые и актуальные вопросы. В зале те, кому не безразлична тема экологии. Всего около 20 человек. На эко-прогулку я ходила на Таргашинский хребет. И, к сожалению, там тоже вот все завалено мусором. И вот до того, как я узнала эту информацию, я не понимала, что мне с этим делать. Вот знаю я, что здесь свалки, что сюда все это свозят, сгружают. Что делать дальше? Ну вот, пошаговую инструкцию нам выдали. Уже после этого ликбеза многие ребята узнали то, что не смогли бы прочесть ни в одном учебнике. Ведь занятия в школе ведут инспекторы Минэкологии края. Их знания ежедневно оттачиваются на практике. Эти люди разбираются в вопросах экологии, как никто другой. Ребятам дают не только теорию, но и рассказывают о реальных случаях из жизни. Нам это нужно для того, чтобы в обществе формировать экологическую грамотность. Для того, чтобы каждый человек знал, видя права нарушения, что ему сделать, как повлиять на это и как это предотвратить. Такую школу экологической грамотности в Красноярске проводят впервые. Организовали ее ребят волонтерского центра «Доброе дело». Им сразу решили помочь сотрудники Министерства экологии края. Рассказывают, что шли к этому целый год. Запросов от красноярцев было много. Тема экологии набирает большую популярность. И люди задаются вопросом о том, как разделять, зачем разделять, куда это все сдавать. Также про свалки, которые находят, что с ними делать. И поэтому, собственно, у нас пришла идея того, что можно сделать в школу экологической грамотности, где как раз таки будут освещены все эти вопросы. Первые занятия в экологической школе шли два дня. За это время ребята выучили не только азы природоохранного законодательства, но и получили эко-лайфхаки, узнали, где можно сдать вторсырье, а также на мастер-классе расписали эко-сумки, которые забрали в подарок. Занятия в школе планируют продолжить, ведь учеников в ней точно будет все больше. Юлия Чопчиц, Павел Пателицын, Енисей Новости. Как живет с австралийским страусом Митьки и Вовки в Канске и как они там появились, расскажем далее. Уерский сельскохозяйственный техникум продолжает набор группы заочного обучения. Бюджетная подготовка по специальности зоотехния. Квалификация зоотехник на базе 11 классов. Прием заявлений осуществляется по 25 ноября. Телефон 222-07-82. Мебельная компания «Вектор». Мягкая мебель в наличии и под заказ. Более 40 моделей на любой вкус и цвет. Собственное производство. Сроки изготовления от 14 дней. Мебельный центр «Семь слонов». Второй этаж. При боли в спине и суставах адрес помощи улица Баграда 132. Диагностика. Блокирование боли с использованием ультразвуковой навигации. Лечение грыж протрузи без операции. Комплекс процедур для здоровья позвоночника от команды профессионалов. Внимание! В Красноярске в агротерминале открылась оптовая точка продаж колбасы, мясных деликатесов и полуфабрикатов от компании «Аскизские колбасы». Более 250 наименований продукции из Хакасии. Доставка по городу и Красноярскому краю. Варикоз это необратимое заболевание. Его грозное осложнение образование тромба. Удаление варикоза без разрезов, без наркоза. За 40 минут в клинике лазерной хирургии варикоза нет. 205-45-01. Выгодное предложение от московской ярмарки. Новая зимняя коллекция курток и пуховиков по ценам прошлого сезона. Матросова 18 и Авиаторов 5. Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика Смайл. Более точная и менее травматичная только в Смайл-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому на Калинина 43, покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Возвращаемся к новостям. В соцсетях бурно обсуждают поступок одного из посетителей Красноярского Ройва ручья. Ролик в интернет мужчина выложил сам. На потеху себе и своим близким он через решетку прутиком тыкал бурого медведя, когда тот прилег отдохнуть. Рядом слышен смех, однако самому медведю не до веселья. Он был явно раздражен и напуган. Такое поведение мужчины возмутило не только пользователей соцсетей, но и сотрудников зоопарка. Посетителям постоянно напоминают, что в Роевом ручье запрещено шуметь и как-то беспокоить диких зверей. Потыкал бы он палкой медведя в лесу, я бы с удовольствием посмотрел, как бы медведь отреагировал на это дело. У меня вот просто вот слов нет от возмущения. Это стресс. Все животные привыкли, что их любят, к ним хорошо относятся. Более того, медведи, они сейчас готовятся залечь в спячку и тыкать палкой. Вообще любое животное недопустимо. Чудо в перьях. Фермер из Каннска начал разводить страусов. В его хозяйстве уже несколько экзотических птиц, которые неплохо приспособились к жизни в суровых сибирских условиях. Как пернаты из другого континента уживаются с поросятами и выгодно ли их выращивать, знает Евгения Шелковникова. Это митька. Вот он стоит рядом. Это митя, а это вовка. Гостей из далекой Австралии в Каннске приняли со всей душой. Сразу же прозвали простыми русскими именами, да и поселили по-свойски в соседнюю с поросятами стайку. Сами экзотические страусы Эму, кажется, предложенными условиями вполне довольны. С удовольствием отъедаются комбикормом и уже догоняют в росте нового хозяина, начинающего фермера-экспериментатора Михаила. В Кемеровской области купил в контактном зоопарке двух девочек, двух мальчиков. Взял маленьких, двухмесячных. Одним было два месяца, а одним полтора месяца. И вот сейчас до такого момента вот они выросли. На этих необычных птиц у фермера большие планы. Например, организовать новый для Каннска аттракцион катание на страусах. Ну а когда число особей в хозяйстве увеличится, продавать экзотическое мясо всем желающим. Экзотическое мясо, конечно, кто ни разу не пробовал, советую попробовать, потому что это очень вкусно. Ну и поправиться ты с него сильно-то и не поправишься. Килограмм в среднем, если брать по вырезкам, как по говядине, вырезка здесь две восемьсот килограмм. Ребрышки, естественно, там поменьше. Да, а так вообще, если брать как суповые наборы, полностью где-то от восемьсот до тысячи рублей, где-то так вот, за килограмм. Эксперимент с разведением австралийских страусов начинающий фермер считает очень выгодным. У его подопечных в продажу идет все. Яйца, мясо, перо, кожа. При этом сами птицы совсем не прихотливы. Их теплое густое оперение спасет даже от сибирских морозов. Все равно скоро это у нас в Сибири начнется пользоваться спросом. В любом случае, потому что это намного выгоднее. И как диетическое мясо, все сейчас же переходят как бы более-менее на диетическое, то это самый лучший вариант страуса. Ну а пока австралийским обитателям предстоит пережить первую зиму в Каннске. Станет ли это для них серьезным испытанием, узнаем весной. Евгения Шелковникова, Енисей. Новости при поддержке телекомпании Лимон ТВ. И это все сообщения к этому часу. Всего вам самого доброго и до встречи. Прогноз погоды в Красноярском крае на вторник, 20 октября. В Туруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии облачность. На большей части территории небольшой снег. Ночью от минус 5 до минус 11 градусов. Днем от минус 2 до минус 7. В северной группе районов Красноярского края облачная погода. Пройдут осадки вверху. В виде снега и дождя. Ночная температура до минус 3 градусов. Днем до плюс 2. В восточной части региона облачно. Ожидаются осадки. Ночью минус 2, минус 3 градуса. После полудня до плюс 3. В центральных районах Красноярского края пасмурно, снег местами с дождем. Ночью до минус 2. После полудня до плюс 3 градусов. В западной группе облачная погода. Повсеместно ожидаются дожди. Местами со снегом. Ночью от минус 2 до плюс 1 градуса. В светлое время суток до плюс 4. На юге Красноярского края облачно. На всей территории дожди. Местами со снегом. Ночью от минус 2 до плюс 2 градусов. Днем до плюс 7. В Красноярске 20 октября облачность. Синоптики прогнозируют снег с дождем. В темное время суток до минус 2. Днем до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртудного столба. Субтитры предоставил DimaTorzok